Ребята, всем привет, это канал JoyWire, с вами снова Джо, и давайте продолжим наше приключение в мире Драк Соулс. Мы остановились на том, что с помощью метки Арториаса открыли новую локацию, и давайте сразу двинем туда. Никакого внезапно приятного лута нет. Я помню это место, оно неприятное, его лучше пробегать, если есть возможность, поэтому постараемся не связываться. Да, здесь колдуны-охотники, да, вон еще чувачок стоит, пиромант, походу. Нет, спасибо, не интересует. Так, и здесь они, походу... Вообще должны терять агр, но... Ладно. У-у-у, как он больно лупит. Есть. Нормально ПВП. Странно, что не прокает кровотечение, вроде... Столько плюшек уже прилетело ему. А, все, погиб. Окей, окей. Допустим. Плюс тысяча душ. Найс. И здесь, по-моему, по прямой сразу на волчка, если не ошибаюсь. Здесь, по-моему, еще... Самоцвет валяется, если мне не изменяет память. Да, вон сундук охраняют. Чувачки. Вот эти дядьки бьют больно. Вот эти дядьки прям лупят. Зачарованный уголь, точно. Спасибо. Это можно дать кузнецу. Он сможет делать зачарованное оружие. Связываться с этими товарищами мы дальше не будем. И пойдем на волчка. Я думал, еще перед началом сбегать, забрать щит. Здесь рядом можно найти прикольный, который восстанавливает выносливость. Чуть быстрее, чем обычно. Ну, после волка сходим. Или, если сольемся, то сходим так. По идее, волчок не должен быть большой проблемой сейчас. У меня достаточно прокачанное оружие. И вловкость тоже вкачано нормально. Посмотрим, посмотрим. Здесь еще, кстати, перед боем можно забрать кольцо. Попробуем. Главное, спереди к мечу не подходить. Это триггерит босса сразу. Во, вот это. Оно как-то влияет на урон. Или быстрее пробивается баланс у противников. Усиливает критические атаки. Ну, шо, и... Поехали. Какой же он клевый. Сразу меня вырубил. Нормально. Я думал, что покатнусь чуть дальше. Вообще, эту атаку, возможно, можно было заблокировать. Ну, ладно. Сейчас ходим за щитом. В любом случае, душ там потеряли. Просто копье какое-то незначительное. Там тысячу душ. Вообще пофигу. Заберем щит. И с новым щитом... Отправимся путешествовать. Мне кажется, сейчас самое время, на самом деле, с волком побиться. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, я отороплюсь. Мне кажется, сейчас очень даже удачный момент. В принципе, там главное не тупить, как я обычно это делаю. И тогда все проходит неплохо. Так, здесь, по-моему, где-то подъем. Угу. Здесь внизу можно найти щит. Щит. Еще здесь темный рыцарь тусит. И это немножко страшно. Чуть-чуть. Самая малость. А вон, по-моему, вот там щит лежит. Может, кстати, и не там. Я уже не помню. Надо попробовать убить ящерку. Йоп. Так, и рыцарь, по-моему, где-то здесь. Он со скалы сваливается. То ли что-то такое тебе на голову. И ты сразу прям начинаешь плохо время проводить. Попробуем еще ниже спуститься. Страшно, звездец. В любой момент. А, вон он. Бьет он, конечно, больно. Я не знаю, как я его парировал. Какой-то космический рандом на самом деле произошел. Не, я дванул кнопку парирования. А. ГГ. Ну, кстати, щит. Травяной щит. Главная задача выполнена. Залутать щит. А теперь можно и умирать на самом деле. Вообще не хотелось бы. И не случилось. Обломок синего титанита еще в подарок. Спасибо. Спасибо. Можно здесь еще немножко пофармить душ. Тут, кстати, костер. Да, да, точно помню. И, по-моему, он не респаунит этого рыцаря. Я надеюсь. Можно восстановить фляги. Я бы еще пофармил на один уровень для прокачки. Но там, по-моему, уже 4000 нужно или типа того. Здесь, по-моему, подъемник. Если не ошибаюсь, он привозит к выходу, где красное кольцо. РТСР. Которое при минимальном здоровье увеличивает значительно атаку. Если это так, можно пойти его тоже залутать. И попробовать на низком хп волка порезать. Но... Стрешно. Мне кажется, это как раз этот выход, да? Да, точно. И там наверху находится кольцо. Вот тут. Фу. Ничего себе. Я еще мимо них смог пробежать. Скилл еще остался. Память. Мыши... О, господи. Они еще и летать умеют. Вот этого я не знал. Вот это? Е-бой. Вот это серьезное кольцо на самом деле. Его применяют там в спидранах активно. А у меня есть косточка возвращения? Да, целых четыре, кстати. Не будем. Не будем бодаться с ребятами. Спасибо им за то, что они достаточно добры были для того, чтобы пропустить меня там. РТСР очень сложно подготовить. Ну, во-первых, потому что я не знаю, как там... Есть определенные моменты, определенные места, где нужно падать с высоты и дамагать себя. Есть определенные щиты и атаки противников, которые ты как бы переносишь, получаешь незначительный урон. Этого достаточно, чтобы кольцо прокнуло. Я думаю, его в любом случае можно повесить. Хуже-то не будет. Критические атаки это, конечно, хорошо. Но если получится засетапить РТСР и драться с волком вместе с бафом от этого кольца, то там дамаг просто, просто феноменальный. Если получится продемонстрировать, вы оцените как. Но, опять же, это опасность определенная. Ну, серьезно, опасность. Ты на минималке. Там нет второго шанса. Ты огребаешься и все, и гг. ВП. Кстати, травяной щит. Thank you. Выносливость чуть быстрее восстанавливается. Это плюс. Это плюс, учитывая, что у нас достаточно маленький объем выносливости. Это очень-очень хорошо. А, и, кстати, этот щит пробивается частично по физическим атакам. Так что можно будет засетапить РТСР, опять же. Можно будет сейчас потестить на этих. Я надеюсь, это не черный рыцарь идет за мной. Ну, а, не, не, это цветочек. Ну, прям, прям очень слабенько пробивается. Проще от них, на самом деле, плюху, наверное, получить. Я боюсь, что она летальна окажется и до костра далеко, поэтому... Лучше сейчас... Я тебя вижу. И вот здесь еще один сидит. Он же вот отсюда спаунится. Во, нормально. Две с половиной, кстати. У меня, по-моему, какая-то душа еще неиспользованная была. Может, сейчас хватит на уровень сверху? Было бы... Было бы приятненько. Было бы приятненько. Еще посмотрим. Так. Что у меня там? Ну, душик велик не буду. Большая душа безымянного солдата. Это, по-моему, тысяча душ, если не ошибаюсь. Да? Если да, то тут пара... Кстати, кстати. Здесь еще пара цветочков валяются. С них по сотне падают. И этого должно хватить на еще один уровень. Не то, чтобы это критично как-то помогло. Уа! Ну... Вы че, злые? Я лучше выйду из узкого коридора. Я думал, там еще один цветок заспаунился. Стерва. Ну, там... Там дамаг, конечно, значительный. Я думал, что они лежать будут, и я их просто почикаю лежачих. Ну, ладно. Души здесь все равно рядом валяются. А, я же не посидел у костра. Да? Конечно. Да. Ну, да, ну, да. Пошел я нахер. Все понятно. Ну, погнали, пробежимся. А я говорил, что цветочки это страшные враги. А RTSR с этапом это очень опасно. Это прям... Ты на одной тычке от смерти. Ты смертоносен, Но... Но прям на грани. Прям на грани гибели. Сейчас заспаунятся эти предыдущие ростки. Я бы хотел еще уровень вкачать. Не знаю, может вносливость? Можно вловкость, чтобы еще атаку повысить. Потому что... Когда у меня не в двуручке вооруженная шпага, Она цветы не шатает. Там прям не хватает что-то типа пятерки урона. Ну, прям вот... Прям вот вообще чуть-чуть-чуть-чуть. Да, сейчас их задубась. И там... Ну, вот сколько там? Не знаю, 2 хп, наверное, не наносят. Может у них там... Может 5 хп. 190 у них, допустим, есть там. В стоке. Ну, почему? Спасибо. С одним уровнем, мне кажется, вловкость как раз будет достаточно. Их проходить. А после волка можно уже в Анрландо отправиться. И там поинтереснее путешествие будет. Ну, поопаснее, безусловно. Сколько? Мне там, по-моему... Может быть, 3 900 и надо. Еще посмотрим. Если там 4К, то будет неловко. И придется все-таки идти. 4 200. То есть как раз еще троих противников надо убить. Сука! А у меня есть, может, какие-нибудь бомбы, чтобы облегчить битву с ними? Я бы... Я бы упростил на самом деле. Ну, хотя бы одного и убить. Потому что трое... Ну, такой... Неприятный бой. Неприятный. Минус. Минус. И еще один. Ну, нормально. Как бы эта пара гранат, скорее всего, мне особо не пригодилось бы. 4 200, это уже... Это мне не хватает. Мне кажется, там просто единички какой-то. Просто козельки какой-то маленькой, да? 71. Ох, черт. А, ну, кстати, они же сейчас задиспаунились. Вот этот контент подъехал. Просто на цветах стою и... Фармлю уровень. Ох. Все. Достаточно. Ну, чтобы просто... Ну, у меня гештальт. Я не могу. Мне надо закрыть эту ситуацию, чтобы мне легче жилось. Я не хочу свободные души брать и оставлять на бой. На уровень и в ловкость еще. На двоечку прибавят урон, физическую защиту и защиту от всяких разных закляшек и прочего. Не критично. Опять же повторюсь, не критично. Абсолютно там копеечки. Но, возможно, возможно, это в какой-то момент составит разницу между нулем хп и единичкой. А если так, то значит все не зря. Попробуем не слиться на волке с первого же удара. Это будет достижение. Это будет достижение. А я вот еще не понимаю, почему он так далеко преследует. Обычно ребята теряют агро просто на переходе еще. Может, заглючил его. Бывает же такое с персонажами Dark Souls. С противниками из Dark Souls, прошу прощения. У меня такое чувство, что за мной все еще кто-то бежит. Как-то слишком много топта. Ну и фловы, зайдем на волка. Сив, привет. Еще раз. Самый главный лайфхак против него это залезть к нему под пузо. И надеяться, что он не будет прыгать. И крутиться. Вау. Сиг дэмэдж, бро. Сиг дэмэдж, бро. Вот эти прыжки, это... Это, да, опасно достаточно. И вот это тоже неприятная атака. А че так мало урона? Может быть, еще рановато на него идти? Хм. Все-таки в ремастере они че-то допилили такого. Ну, 50 урона, это прям очень грустно. Это очень долго. И опасно. Учитывая, какая рейнджи на этом боссе, это... Это прям грустное количество. Какие у нас есть варианты дальнейшего нашего приключения? Ну, может быть, есть смысл все-таки дропнуться в Анарландо? Я боюсь, что Орнштейн и Смоук будут все-таки пострашнее, чем Сив. Но, допустим, допустим, сюжетка так должна идти. Нам нужно пойти убить голема в замке. И оттуда в Анарландо дропнуться. Получить телепорт. И, наверное, по логике событий, после этого нужно отправиться в Блайттаун и там убить Квилик, который я уже убил до этого. И убил еще одного там огненного демона проклятого из Увера. Не помню, как его зовут. Не суть. Может быть, там какая-то такая последовательность? В обычном Дарк Соулсе, мне кажется, не было ограничений. Ну, не было снижения урона на боссах. Ты просто приходил и, как бы, если у тебя нормальное оружие, ты наказываешь. Че у меня есть? Он не умеет, потому что я ему не притащил ништяк. А у меня уже максималка, да, по прокачке. Броню нет смысла особо прокачивать. Че он там еще продает? Ремонтные ящики, это все не очень интересно. Пока. Что ж. Да ладно, всего-то... Всего-то 20 минут потусили. Че, пойдем? Обожаю это место. Обожаю и ненавижу одновременно. Выглядит очень круто. Но так опасно, так опасно. Сейчас проверим вот по этим ребятам. Есть ли вообще какой-то урон? Я бы не хотел, чтобы вы по двое нападали. Ну, 36. Ну ты серьезно? Это что, демидж? Это что, демидж от катаны, которая плюс 4? Или сколько? Плюс 5? Да уж. Это будет тяжко. Это будет тяжко. Они еще не это... Не софт лодчатся. Ну хорошо, хоть они не могут одновременно пройти. Ну это, конечно, трагедия. И как же... А че они бьют-то так больно? А я нет. Их можно пробежать, на самом деле. Обычно народ их пробегает. Но нам нужен экспириенс. Как показало время, нам... Нам нужен демидж. Нам нужен демидж. Критические атаки зато наносят им нормально. Возможно, это просто специфика этих противников. Возможно, они просто толстенькие. 500 душ, кстати. Ну ладно. Следующий босс. Там есть страта на победку. Я вот, кстати, не уверен, прокнет ли катана на нем. Потому что там... Ну, достаточно быстро его атаковать нужно. О, душа! Это... Это куча. That's big. That's big. Вот там кто-то уже дамагается без меня. И это мне нравится. Внизу, кстати, крутое место для фарма демонического титанита. Это... Уоп! Я бы предпочел, чтобы ты... О-от ушел. Спасибо. Спасибо. Это... Ну, допустим, мы подеремся. Ладно. Ладно. Мы не скипаем врагов. Мы... Обычное прохождение. Slow run. Я не знаю, почему он погиб. Но это сработало. Он просто умер. От моей крутости. Безусловно. Крутости и скилла. Да, вот здесь электрическая леди. Ну, у нее поменьше хп однозначно. О! Ты падаешь. Бэ-бэ. Хоп. Это ловушка? Нет. Похоже на нормальный сундук. Большой осколок титанита. That's big. That's big. Так, там внизу спит чувачок. Мы не будем его будить. Вообще, там можно перенаправить камень. И за этой стеной, по-моему... Волшебник. Не чудеса, которые продает, а именно заклинашки. А, вот, сейчас кровотечение прокнуло. Может быть, мне просто нужно достаточно долго бить противников, чтобы именно кровотечение накладывалось. И эта страта будет срабатывать. Ну, давай камень. Тупица. Так, здесь осталось немножко до костра. А! И у меня осталась одна фляга. У меня осталось ноль фляги. Да, вот получается, каждая третья атака наносит кровотечение. И там значительный урон получается. Здесь можно перезагрузиться, чтобы камень еще раз начал катиться сверху. И не получить урона от его проката, потому что я боюсь, что его можно погибнуть. Как бы... Изи от него. Так, это как раз тот коридор, куда мне нужно. Здесь, по-моему, здесь ничего больше такого нет интересного. Нормально. Потихонечку, помаленечку. Вот этот очень тонкий мост, да? Мне кажется, это последний. Здесь вот... Подожди, не этот? Разве? На одном из таких мостов стоит и снайпит электрическая дамочка. Похоже, следующий. Ну, блин, надо просто более уверенно махать катаной. Это работает. Нет, туда я не хочу. Не похоже на безопасный спуск. Так, проверять не будем. Так, еще одна электрическая дамочка. У нее только что голова отлетела. А, не, она просто в текстуры проваливается. Все нормально. И у нас сейчас даже еще на один уровень набежит. Ух. Так, вот здесь. Вот здесь. Вон она. Можно ли ей зарядить бомбой? Понял. Еще раз. Допустим, ладно. Не хочу проверять. Так, теперь бы не умереть случайно от рандомной бомбы. И вот здесь костерчик. Еп. Фух. Ну, это прогресс. Это прогресс. Так, новый уровень. Еще чуть-чуть. Осталось до 40 поднять, а потом можно прокачивать что угодно. А, ну здесь как раз, типа, прыг прямо на лестницу и обратно в эту локацию. Все нормально. Все так и задумано. Я ж присел, да, у костра? Да, присел. Что это? Большая душа. Большой осколок титанита. Вот это хорошо. Вот это, вот это хорошо. Если мы все-таки отыщем косу, или ее кто-нибудь из торговцев будет продавать. Я очень даже не против. И большие осколки титанита как раз подойдут для прокачки этого оружия. А почему заперто? Где-то надо ключ получить, да? Это короткий путь, чтобы спускаться сразу в начало локации. Что-то он бомбы кидать перестал. А, не. Не-не-не, слышу. Слишу, слышу. Гиганта не пойдем убивать? Что, двинем на босса? У меня есть еще одна золотая смола. Тут должно что-нибудь получиться. Или нет? Ух. Вот этого я не ожидал. Надо его отвезти чуть-чуть. Давай, отходи. Его надо вот на этой узкой части дамагать. Ну, опять же, чтобы тебя бомбами не закидывало. Это... Что-то новенькое. Я понял. Я понял. Все нормально? А, я же мог в него пару бомб кинуть, чтобы застан лочить. Ща попробуем. У меня же осталось еще парочка. А, подожди, где мой щит? Я думал, что я щит потерял по дороге. С каких пор ДС стал таким сложным для меня? Тысячу лет не котел. А там, по-моему, ближе к этому месту нет костров. Там можно было открыть вот этот короткий путь и прям подниматься сразу к боссу. Но... Но у меня нет ключа. Может быть, он покупается у кого-то из торговцев. Может быть, его с какого-то босса получаешь. Я не помню. Серьезно. Я думал, что отмычка открывается. Но... Не тут-то было. Не тут-то было. Так. Какой план? Доджим, пробегаем. Закидываем ему пару грен. Он станется. Рубим его катаной. Изи гига. Допустим. Там такие забавные огромные бомбы летают. Допустим. Я не понимаю, почему он не простанился до сих пор. Хотя бы не пошатнулся. Ну ты что, гонишь? Так. Допустим, Ну что ты не падаешь-то? Зараза. Ууу, хоть бы не скинул. Ууу, хоть бы не скинул. Не жадничать. ГГ. Фух. Катана слишком медленная. Слишком медленное оружие для такой тактики. Ну нормально. Кучка душ и дорога в Ван Орландо открыта. Летс го. Красотич. Обожаю это место. Ана Орландо. Фух. Фух. Ну. Это будет еще потнее, чем было до этого. Так что. Фух. 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 может меч к велик сделать а вот это может быть кстати очень интересно меч к велик я бы протестировал я бы протестировал это это просто гигантского размера костер на самом деле до 35 меч к велик очень серьезное оружие нацеленная на ловкость 6 800 кстати кстати может быть доживем до следующего костра и страшно у вас здесь же будут горгульки еще на мосту я думаю с них можно будет как раз поднять чуть-чуть душ самую малость самую малость так вон как раз одна из горгулек я знаю что здесь надо подниматься через вообще слушай по горгулькам то урон нормальный даже еще кровотечение прошло чисто блок прям прям неплохо еще шлем горгуль и на халяву две с половиной тысячи xp о как я как я не люблю вот эти всякие здесь еще камера в каком-то месте лага лагать начинает да вот вот это то что я боюсь больше всего всякие вот эти перекаты балконы и в этой локации их полно эти ребята не такие страшные с первого взгляда пока ты не начинаешь с ними бороться на мосту кстати вот у него в руках оружие тоже нацелено на ловкость с очень быстрым пейсом по атаке прям вообще безумная скорость атаки просто как как мясорубкой рубит я вот не знаю он покупается как вообще этот клинок называется в принципе я видел что его очень сильно котируют но котирует в pvp в ппп типа там проблема в том что у него рэнджа очень-очень незначительно но скорость атаки теак допустим там еще один да такой чудик нет я не успел в диск черт 10 к душ вообще плевать здесь на самом деле с главной этой часть пройти а там впереди а там костерчик прям по дороге да по моему где еще одна горгуля тусит кто-то я не помню так где где рычаг а он тут сам катается я понял все нормально ох страшное место обожаю норландо мы попробуем в сегодняшней части хотя бы до следующего костра дайте вот это это будет просто беги просто просто огромный огромный сейф а там а там посмотрим а там потом у орнстин и смог там все совсем серьезно станет здесь по моему какой-то лут валяется то ли души какие-то то ли нет а здесь сундук кстати вроде не фейковый демонический титанит кстати если когда-то все-таки сделаем меч квилик демонический титанит пригодится для его улучшения так ну чё мой любимый подъем и еще разок кстати если камера направлена вниз все даже неплохо проходит вырубим этих ребят ну как как минимум одного 2 вроде не должен докучать когда мы уже будем наверху по моему он не чейсит и не поднимается за тобой но он может зарядить наверное даггером на но он что-то пытается кидать но она все в нижнюю часть падает опять скинешь не он все-таки поднялся и накидал мне жадность сгубила жадность сгубила надо было просто убить внизу еще как же больно умирать вообще нет это же темный соус здесь постоянно умираешь это это нормально цель игры это американская мечта этой игры погибать у меня там какие-то души да есть душа железного голема большая душа отважного воина то кстати кстати на следующем костре надо будет их бахнуть единственно оставить душу квилик на создание меча надо будет кстати сходить за огромным титанитом он по-моему в пещерах которые мы скипнули когда отмычку использовали в блайт-таун ходили по моему там тусит мясник это с мешком на голове и рядом с ним сундук в котором лежит большой титанит прям вот стопудово прям сто процентов я хире он еще и бэкстебнул меня вау ребята вы крутые я смотрю я смотрю вы прям прям супер прям было бы неловко еще раз на них слиться с этой стороны подъем эх души жалко ну как бы насколько может быть жалко ну душа железного голема наверное там 5к дает и следующая горгуля еще две с половиной даст ну как бы ну жалко до душа они все-таки на деревьях не растут и здесь приходится стараться для того чтобы их заполучить но не до такой степени чтобы это прям было безумно грустно ну потеряли ну потеряли найдем еще какие же они жесткие то и он свалился в итоге а там еще 2 надо попробовать сбайтить этого одного постоять просто на месте он покидает даггер и рано или поздно ему надоест он сам подойдет по чикать засранца потом по чикать второго а я вот не помню по там если дальше идти в ту сторону где рыцари стоят там по моему еще как это движуха там и разве не там кабанчик в коридоре тусит не и я не помню и не помню есть ощущение что это одна из закрытых локаций которая открывается после убийства великих боссов но я могу очень сильно ошибаться если вы шарите и помните отпишите в комментариях мне бы очень пригодилась информация о том стоит ли идти в ту сторону потому что ну в общем то мы тут застряли на некоторое время есть возможность посетить ту локацию вместо того чтобы умирать на этих дурачках так следующее вот иногда они просто как какие как какая-то вата себя ведут абсолютно как дурачки а тот но что-то очень агрессивный был по чикал меня колбаску в окрошку просто я не очень хорошо время провел скажу честно время плохо провел до свидания и и мискликнул в общем то в dark souls даже противники не нужны для того чтобы погибнуть но перед тем как еще раз сливаться на этих чувачках есть предчувствие что он до костра еще очень далеко я хочу проверить что здесь с рыцарями я бодаться не очень хочу там какие-то сундуки может быть может быть она того стоит может попробуем вот этого порезать нормально до свидания по моему здесь кабанчик в коридоре да нет да да там точно там закрытый проход точно я помню там надо убить великих боссов потом открывается проход туда далее значит что то я еще ты что такой жесткий он просто ко всему прочему так медленно атакует и мне непонятно в какой момент уворачиваться от его атак откуда мне силки плюс один есть что ты что ты так вот это чит будем хилиться как сучки и и резать его потихоньку да он не такой жирный кстати и все как бы там просто хорошая комбинация делает свое дело полторы тысячи душ кстати может быть сейчас еще качнемся я не помню сколько там для следующего уровня то на 1015 а можно 1 ва по одному можно там два сундука и там безумный лут точно говорю там просто все сокровища она орланда спрятаны ну я я поражал я честно говорю я поражал а у этого чуть побольше хп он злой что ли они кровотечение по ходу прошло на последнюю атаку так и еще один нин справа и 140 все отлично запотели сейчас если еще сундук окажется мимиком вот это конечно блять это мимик а второй второй нормальный мерцающий титанец все ради этого с погнали мимикой крошить еще по моему по мимикам прокает кровотечение там у них есть какой-то резист вода кстати 300 почти с одной тычки алебарда кристалла ты же силовое дороже посмотрим dc кстати ну хвостопор он конечно похоже похоже но он у него скилл c у кристаллическая альбарда огромный урон dc ну катана среди моих оружий лучше всего скилл c так сколько мне там нужно до уровня может быть сейчас просто попнуть душ и качнуться и пробежать эту локацию до следующего костра мне кажется это звучит как вариант сколько 7000 я думал что надо больше да да и можно да даже достаточно в принципе этих маленьких душ вот это целых целых 5000 вот это еще больше должна дать 8 ну и давайте душу этого с железного голема тоже она рт десятку должен дать 12 ну и 39 ловкости этого достаточно чтобы я чувствовал себя комфортно потому что дальше по моему скилл уже особо не идет давайте пообщаемся с этим персонажем у меня нету душ ну что это ну что это ну что я ну что я ну я я собираюсь в монфе если не для меня какой бакон будет в этой стране city a gatekeeper and a guide that is my calling the bonfires attended by the keepers are special they are linked to one another and their flames never die yet never shall the keepers of these flames meet if you require rest now is the time that is after all what the bonfire is full if you require спасибо за приятную беседу уж попробуем все-таки добраться до следующего костра что мы что мы долго что-то мы сегодня долго прям мне нравится прям так по-домашнему нравится с вами сидеть ребят вы вообще прям очень крутые очень крутые ребята где мой лифт а если послушать ее и попробовать пойти прямо где горгуля была может быть там есть какой-то еще проход даже это всегда через окно проходил сколько себя помню но разве не для этого мы собрались чтобы открывать что-то новое у я вот не пробовал билды на легкость кстати кстати я вот тупанул а кровотечение она же скелется за счет человечности до в первой части а здесь просто перекрыт еще путь пока мне мне нужно развернуть мост то есть так или иначе нужно проходить через окна ну ладно она же через скеллиц из человечности у меня возможно маленький урон только из-за того что я просто не обратил человечность надо будет проверить эту теорию здесь нету какой-нибудь лутец кого кунти кунти лутейшина случайно нет очень хотелось очень хотелось ух ну пойдем еще разок слишком страшно а если у меня действительно есть урон но просто я дурачок и не раскрыл весь потенциал кровотечений метательный наш черт я я до конца верил что выпадет маленький клинок и он там скелется с по ловкости и мы будем с ним дальше катать просто интересно попробовать новое оружие катана конечно прикольная ну катана крутая на самом деле не просто прикольно очень серьезное сильное оружие кровотечение это безумие безумие прыгай давай с прыжка на меня норм такое мне нравится никогда я там внизу валяюсь в яме это какая-то дуэль а вот одно на углу вообще прям очень неудобно стоит я надеюсь он устанет щас кидать или нет добро пожаловать семью эквилибристов так но это безусловно прогресс это безусловно прогресс эх хоть бы сейчас костер был а вообще по моему здесь есть костер здесь если вниз спустить вот эту центральную лестницу там же костер будет а это в третьей части вот там где горгулька костер установили точно но здесь тоже есть еще посмотрим покрутим проверим здесь точно был яс в сто процентов помню что здесь был костер по моему в самом низу то есть вот сейчас еще разок надо в эту же сторону крутануть и там будет костер нормально все наверное так не планировалось у горгульки но получилось как получилось так это немножко не то место яйкс здесь очень много этих ребятишек как бы я бы не хотел проверять на что они способны потому что они могут несмотря на тебя просто раздамагать тебя так что очень грустно становится от одного представления я люстру еще уронил а там по моему заклинание какое-то валяется с люстры кстати какой-то ключ их там слишком много чтобы не было спокойно я бы сперва хотел прокнуть костер и после этого уже подумать а здесь может быть все таки действительно здесь просто надо было вниз спуститься хвост решил еще раз не отрубать у меня все таки уже есть и мне дали все равно альбарду бронзового вдогонку еще оружие вот здесь костер да да вон он that's big that's big здесь чтобы пройти нужно кольцо и здесь можно побиться еще с одним боссом кольцо солнечного первенца улучшает заклинание усиливает чудеса rtr и не очень сработало для меня поэтому вернемся критическим атакам вот кстати еще протестим попробуем обратим и скушаем еще одну душу просто чтобы было и посмотрим на следующем противнике как проб нет кровотечения обычно где-то там около трех соток выходит мне интересно будет ли какая-то разница сейчас все равно я хочу попробовать зачистить комнату с кучей с кучей чувачков собрать лут и может быть хватит на еще один уровень ну с ними будет сложно протестить на самом деле количество урона потому что они либо достаточно быстро умирают я откуда-то душу еще одну получил либо либо они не умирают я плохо время провожу давай отходи я не хочу агрить тысячу твоих соратников но они в два удара одной левой одной правой ложатся вы еще метательные ножи можно кстати их зарядить и применить попробуйте их батить ножами а двое согрались один передумал 404 урон не найден но это скорее всего из-за кольца критические удары это же живописный мет живописный мет у него скилл а по ловкости гатерям урон вообще никакущий но его можно качнуть он еще легкий при этом то есть можно будет еще повесить брони на себя дэм это прям прям huge это прям прям big прям вот огромный на самом деле лут и тут кстати же этот кузнец как раз рядом не обязательно возвращаться обратно файлинг шрайн вот двое трое зец беда зец бед сюка так ладно попробуем их в узком коридоре че зажать я не хочу тестировать их крутость на равных как же больно бьют их клинки так еще минус он просто попал там минус треть прилетела все отлично и еще метательные ножички и там по-моему парочка осталось но один охраняет какую-то перчь здесь в этой картине проход в дилсиш на локацию я не знаю насколько наделсиш на там нужна куколка поле это волшебный метч все ради волшебного метча еще последний лут заберем там может быть что-то хорошее все-таки лежит как минимум может полезное не уверен нет не помню чё там вот вот не люблю такие штуки доспех черного рыцаря и большой метч но он скорее он скорее всего на силу до б а чё я туплю можно отсюда посмотреть что у меня по урону с кровотечения сейчас 300 если прокнуть еще одна человечность или это в других частях все равно 300 эх а я надеялся а я думал здесь нужно куклу она находится во второй версии вот этой первой локации надо с помощью ворона переместиться там пробежаться потом убиваешь в дальнем углу темного рыцаря и после этого после этого находишь там куклу возвращаешься сюда картине подходишь и тебя отправляют в новую локацию попробуем добраться до кузнеца там по моему еще один костер это будет та локация на которой я готов буду прекратить страдать но и страдания не так в эту сторону я люблю dark souls а костер он где-то там на на перепутье то есть надо всю эту локацию пройти и потом там где-то между этажами костер находятся или нет или нет потому что я не помню с левой стороны прям вот стоп а я забыл что это двойная атака окей 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 в левой стороне находится кузнец но у него закрыта дверь где еще посмотрим там ее по да ее надо снаружи открывать это типа шорткат да с этой стороны не открыть и эта дверь тоже открывается с другой стороны и и это дверь то есть надо надо вокруг проходить да да ау я вообще не хотел прыгать это настолько случайно и рандомно получилось что как-то как-то не очень получилось так сейчас тоже еще одно довольно таки страшное место потому потому что здесь влияет не это был канал джо и ваер с вами был джо большое спасибо за то что ворвались в очередную часть прохождения dark souls я рад что мы добрались до норландо что мы сделали прогресс и достигли хоть какого-то костра это было страшно но самое страшное еще впереди обязательно подписывайтесь на канал если еще не сделали этого ставьте лайки это очень помогает в развитии канала комментарии оставляйте это очень 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 круто и помогает с алгоритмами ютуба для продвижения канала еще раз огромное спасибо джонни для канала джой ваер всего хорошего пока